Всем привет, друзья! И пока одни футбольные инсайдеры убеждают нас в том, что Ювентус возглавит Почетино, а другие, что Гвардиола, а это значит только то, что половина инсайдеров точно сядет в лужу, сегодня мы говорим об ответном ударе Баварии на трансферном рынке, а также о том, что FIFA и UEFA давно забили на футбол. Итак, начинаем сегодня с того, что Боруссия уже идеально провела свое летнее трансферное окно, а на улице только май месяц. Я напоминаю, что они забрали у Хофенхайма Шульца, у другой Боруссии Азара, а у Байра Бранта. И сейчас у Дортмунда собирается какая-то сумасшедшая, сверханомально талантливая атака, но, что еще более важно, она слишком многочисленна. Вот прям дофига их собирается, и как бы это ни сыграло злую шутку, как бы они между собой не перессорились за место в основе, потому что смотрите, кто там сейчас есть, да? Санчо, Ройс, Алькасер, Гетце. Брант плюс Азар. Это я сейчас даже не трогаю Макса Филиппа, Бруна Ларсона, вот уже 8 человек, и точно, ну, минимум двоих надо убирать из команды, поэтому я не исключаю, что будет какая-то даже громкая продажа в исполнении Боруссии этим летом. Например, уход того же Джейдана Санчо, которого они взяли просто так себе там за небольшую сумму, или даже не помню, как там этот трансфер проворачивался. И сейчас многие клубы в Европе готовы отдать за Санчо полцарства. И, в принципе, можно его продать очень сильно дорого, прям очень-очень дорого, при этом Боруссия не потеряет сильно в качестве, потому что они набрали себе классных исполнителей. То же самое Азар, Брант, опытные игроки уже в Бундеслиге, поэтому почему бы не продать Санчо? Мне даже кажется, что это, в принципе, было бы логично. Логично. Продажа Санчо. Вот сижу, жду, чтобы летом Дортмунд продал. Посмотрим, пишите свое мнение в комментариях. Кстати, всплыла инфа по Бранту, что он отказал Манчестер Юнайтед в трансфере по причине того, что в Манчестере нет Лиги Чемпионов. Он не хочет не играть в Лиге Чемпионов, поэтому он уехал в Дортмунд, а не в Англию. И вы знаете, это даже лучше для МЮ, сейчас объясню почему, потому что, как мне кажется, вот ту ситуацию, в которую МЮ сам себя загнал после ухода сэра Алекса, вот эту ситуацию может разрулить только какой-то новый класс 92, как мне кажется. Какие-то свои ребята или, по крайней мере, англичане, а не приезжие молодые талантливые футболисты. И вот сейчас всплыла фамилия одного из потенциальных молодых новых футболистов для Манчестера. Это Ван Бисако, правый защитник из Кристал Пелос. Те, кто не смотрели матчи Пелос или слабо следили за АПЛ, тем могу сказать, что Ван Бисако это был, пожалуй, лучший правый защитник АПЛ в этом сезоне. Да, конечно же, есть там Трент Александр Арнольд или Перейра, например, у Лестера. Тоже великолепный защитник. Но вот как именно защитник Ван Бисако показал себя лучше всех остальных? Знаете почему? Потому что у него пятое место в Европе в этом сезоне по количеству отборов, по среднему количеству отборов за матч. При этом он отыграл 35 поединков. И он лучше него в Англии забирает только два человека. Это Нгиди и Гуе из Лестера и Эвертона. Только два опорника совершают больше отборов. То есть этот человек, он не то чтобы непроходим, но он забирает больше всех остальных правых защитников. Поэтому вот вам замена для Валенсии. Идеальная, по сути, замена для Валенсии. Но стоит 50 миллионов. Знаете почему? Потому что это внутрианглийский трансфер. А там люди деньги просто... Они не понимают, как это что там, как рынок формируется. Они просто берут и ставят на него ценник сколько угодно. Ведь любая команда английская, которая хочет забрать у своего конкурента футболиста, она обязана заплатить ну минимум в два раза больше рыночной стоимости. Но Ван Бисаку надо брать. Вот прям надо брать. Кто его возьмет, тот получит качественного правого защитника на долгие годы при правильной работе с ним. Но вернемся в Германию. Так вот, Барусия Барусей и Бавария начала отвечать. Потому что Бавария, она привыкла быть как бы лучшим клубом Германии. И там самые громкие трансферы и так далее. И вот что они делают. Пока никаких переходов не совершается, но есть очень громкие разговоры. Во-первых, Ули Хионес подтвердил официально, что идут переговоры с Сане. И если и брать Сане, то только сейчас. Вот сейчас есть возможность его выхватить у Манчестер Сити, пока он перестал быть основным игроком. Если мы смотрим на Баварию, то Сане явно качественнее, чем Каман. При том, что у Камана, ну вот есть скорость и все. И немножечко мозгов начало появляться, как я говорил чуть пораньше. У Сане мозги давно на месте, но там мозги повернуты немножечко на других околофутбольных вещах. Но при правильной работе с ним, опять же, это явный основной игрок для любой команды в Европе. И очень полезный игрок для любой команды. Поэтому, если Гвардиола не даст гарантию Сане о том, что он будет играть в основе в следующем сезоне, а Гвардиола не даст таких гарантий, то вполне возможно, Сане не захочет больше сидеть на банке до 75 минуты в следующем сезоне, потом выходить на последние 15 минут и что-то там делать, и уйдет в Баварию. Тем более, что немцы от Баварии очень-очень редко отказываются. И есть еще один такой слух, который уже близок к правде, по крайней мере, к переговорам. Это то, что Атлетика Мадрид, они настолько были рады в прошлом сезоне, что они купили себе Родриго, что они урвали себе Родриго, наследника Пускаться и так далее, что поставили ему в контракте Клаусулу только в 70 миллионов. Знаете, прошел сезон всего лишь, и эту Клаусулу готовы выплатить сейчас и Манчестер-Сити, и Бавария. И Сити и Бавария хотят забрать себе этого футболиста спустя всего лишь год нахождения его в Атлетика, потому что есть Клаусулу, которую способны не выплатить и ничего Атлетика сделать не сможет, если сам Родриго захочет уйти к Гвардиоле, либо Ковачу, либо кто-то внезапно будет другим тренером Баварии, во что я на самом деле не очень-то сильно и верю, но футбол это дело такое, там верь-не верь, люди творят иногда вообще непонятные вещи. Манчестер-Сити, конечно же, ищет замену для Фернандиньо, которому уже 34, но он может вытащить еще сезончик, учитывая то, что Манчестер-Сити в большей части матчей просто доминирует, и там не надо выжигать прям центр поля, тратить кучу сил и так далее, нужно просто держать свою зону и отдавать вовремя передачи. Поэтому Фернандиньо даже в 35 и даже в 36 может играть в центре поля Манчестер-Сити, но Гвардиола смотрит чуть дальше, поэтому ему нужен Родриго. А Бавария ищет замену для Хави Мартинеса, разумеется. Мартинесу только вот скоро будет 31, но у Мартинеса есть проблемы, это травы, поэтому и Баварии тоже нужен такой игрок, и я не исключаю, что кто-то один из них заберет себе Родриго уже этим летом, и в Атлетико он поиграет только один. Сезон вообще, Атлетико сейчас рассыпается на глазах, он может рассыпаться на глазах, потому что смотрите, что происходит, да, Гризман уходит, Годин уходит, Хуан Фран уходит, Диего Коста под большим вопросом, там по дисциплинарным причинам, потом, значит, Лукас Эрнандес уже ушел в Баварию, это 5, плюс вот Родриго, возможно, 6, и на облако есть сумасшедшие предложения, поэтому почему бы Атлетико не заработать колоссальные деньги, не продав облако, тем более, что любой следующий вратарь Атлетико играет чуть ли не лучше предыдущего, поэтому от потери вратарей Атлетико никогда не страдал, и вот вам 7 человек, которые могут покинуть Атлетико этим летом, и по сути, это, как я говорил, закрытие второго проекта Симеоне в Мадриде и начало уже третьего. Друзья, рекордный банк за всю историю нашего конкурса был сорван после матча «Шахтер» Динамо Киев, и мы снова стартуем с низов, наш следующий поединок это финал Кубка Испании, Барселона, Валенсия, каким будет счет и кто забьет голы в основное время матча. Пишите свои прогнозы в ответах на специальный для этого комментарий, который, как всегда, закроется за несколько минут до начала матча. А если вы уверены в одном из исходов этого поединка и хотите сделать на него ставку, надежнее всего это делать на сайте MarathonBet. Есть такая простая мировая истина. Каждый чиновник хочет чем-то запомниться. И даже если его реформы и предложения не несут в себе никакого здравого смысла, он все равно будет это делать, потому что он хочет оставить свой след в истории. Если он ничего не будет делать такого заметного, то люди же подумают, что я ничего не делаю, поэтому надо бы что-то такое провернуть, чтобы всем запомнилось, неважно это хорошо или плохо, я хочу это провернуть. Так вот, Джанни Инфантино, глава FIFA, хочет запомниться тем, что он привезет на Чемпионат мира 48 команд. То есть каждую четвертую, по сути, сборную этой планеты. Появилась хорошая новость. Пока не дают этого сделать в Катаре в 2022 году и переносят все на 2026. Это отлично. Объясню почему. Как вы помните, увеличение количества участников Чемпионата мира до 48 сборных ничего хорошего лично нам не дает, потому что Европа получает только три дополнительных места. Только три. Азия получает X2. Кстати, Южная Америка получает только два дополнительных места. То есть мы не получим больше качественных сборных на Чемпионате мира. Нет, мы получим больше пассажиров. Так вот, Европа плюс три места, Южная Америка плюс два места, Азия X2. Если бы Казахстан, например, участвовал в Азиатской конфедерации, то тогда бы они выходили на Чемпионате мира по системе Инфантино чуть ли не каждый раз. Я в этом уверен, но они играют в Европе, поэтому им чего от мира я не знаю, когда светит в ближайшее время. Азия X2, как я сказал, Африка X2. Но там хотя бы сборная, там каждая сборная может что-то показать. Они физически сильные, там если им сильно повезет, если они немножечко сыграются, они могут даже какую-то сенсацию вытворить на Чемпионате мира. Но что самое интересное, Конкакав. Конкакав тоже X2. То есть, если раньше Тринидад и Тобаго, Панама, Гондурас, кто-то один из них только приезжал на Чемпионат мира, сейчас они приедут все. То есть, чтобы вы понимали, что такое Чемпионат мира в 48 команд, это Атас. Там половина матчей, это в разнос. Их даже никто смотреть толком не будет, но допустим, допустим. Какие есть плюсы у этого Чемпионата мира в таком расширенном формате? Говорят о том, что это больше прибыли. Зашибись, мы-то тут при чем? Это прибыль для кого? Для нас? Нет, это прибыль, конечно же, для FIFA, для организаторов и так далее. А поэтому нас это конкретно не касается. Данный плюс нас не касается совершенно. Говорят, что на такой Чемпионат мира приедет больше болельщиков. Но на самом деле, это был бы такой плюс, знаете, если бы на Чемпионат мира пускали бы только фанатов команд, которые играют на нем. Но ведь это же не так. Приезжай, пожалуйста, из любой страны мира на Чемпионат, смотри, болей, кайфуй и так далее. Поэтому это, ну, как бы такое притянутое за уши. А какие есть минусы? Футбол это спорт. И если вы приехали на Чемпионат не только с целью напиваться каждый день и даже не смотреть футбол, то будьте готовы к тому, что вашу команду будут разрывать в каждом матче. Что со спортивной точки зрения вы проиграете 100%. Вот прям миллиард процентов. Другое дело, что есть в этом и небольшой плюс, потому что за вашим позором мало кто будет смотреть, потому что матчи с экзотическими командами после нескольких разгромов просто перестанут смотреть на Чемпионатах мира. Но вот, в общем-то, я думаю, что это истина. Вряд ли кто-то включит матч сборной Панамы или там Тринедада и Табага после того, как они проиграли первый матч там 0-6. Ну, включили, окей, второй матч, они сразу два пропустили в первые 15 минут и выключили абсолютно. То есть, так скажем, аудитории телезрительской эти поединки все равно не соберут. Так вот, вернемся к тому, что футбол это в первую очередь спорт. Теперь этим командам нет смысла развиваться. Потому что им и так гарантировано место на Чемпионате мира. Ну, или практически гарантировано. Им там надо обыграть всего лишь сборную какого-то острова, и они уже будут играть против Лиана Ле Месси. Наоборот же, пройти тяжелую квалификацию, выбрать свое право в матчах с лучшими командами твоего региона, чтобы ты поехал только один на чемпионат из этого всего региона, вот это поможет твоей команде стать сильнее. Вот это. А не просто потому, что теперь туда пускают абсолютно всех. Ведь говорят, что еще, что вот эти команды, которые приедут, они получат больше опыта, что футболисты станут более опытными международными игроками. Вы серьезно? За три разгромных матча они станут более опытными международными игроками? Это совершенно не так работает. В общем, с футбольной точки зрения эти команды не получат ничего, кроме позора. Ничего, никакого развития они тоже не получат, и тем более у них нет больше поводов для развития. У них нет стимула. Квалификация для них практически больше не квалификация, они туда и так спокойно пройдут. В общем, пока это все отменяется до 2026 года, и возможно даже произойдет так, что они еще раз осознают то, что за собой влечет этот расширенный формат, и возможно перенесут еще, потому что американцы могут как бы сообразить, что им впаривают какую-то дичь, и этот чемпионат мира будет самым слабым по среднему уровню команд за всю историю чемпионатов мира. Оно это надо американцам? Я думаю, не совсем. Но это дела мировые, это дела FIFA, а есть еще и наш UEFA, который тоже попал в неприятную ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку, потому что финалисты, болельщики финалистов в Челси и Арсенала вернули половину билетов. Клубы не смогли их продать среди своих фанатов, потому что они банально отказываются туда лететь, потому что слишком далеко и слишком дорого. Да, лететь? Да хрена. Говорят, что это не совсем удобно, но дело даже не в удобстве, дело в том, что на это нужно потратить реально слишком много денег. И фанаты Арсенала создали даже петицию с требованием перенести финал Лиги Европы на Уэмбли. А, больше вам ничего, вам весь футбол в Англию подавай. Я лично полностью за расширение футбольной географии. Каждый из нас заслуживает и имеет право посмотреть на топ-команды вживую. И уж тем более, когда Азербайджанская ассоциация платит взносы в УЕФА, она имеет право принять у себя финал Еврокубка. Почему нет? Они платят за это деньги. Пожалуйста. И вот тут главный вопрос. УЕФА должны были, как мне кажется, хотя бы оплатить трансфер для вот этих болельщиков Челси и Арсенала. Это просто правило хорошего тона. Вы перенесли финал, ну, слишком далеко. Реально долго туда лететь и очень дорого. Там нужно потратить будет слишком много денег. Так организуйте билеты на самолет этим самым фанатам. Это просто, напоминаю, правило хорошего тона. Вот и все. Вы создали не совсем удобную ситуацию. Так будьте добры, перевезите туда фанатов и верните их обратно. Но если фанатов Арсенала и Челси наберется хотя бы по пару тысяч, которые прилетят туда за свой счет, то вот представьте, что было бы, если бы в финал Лиги Европы попал бы Вильяреал. Вот много бы фанатов приехало болеть за Вильяреал в Баку. Слишком далеко, заплати свое бабло, поедь туда, посмотри на Вильяреал. Вряд ли бы. Вот вряд ли. Поэтому это чистая недоработка УЕФА. Вы должны были помочь клубам доставить своих фанатов туда на финал. Плюс случилась вот эта неприятная история с Самхитаряном, который опять по политическим причинам не едет играть в футбол в Азербайджан. Вот вам, пожалуйста, новый скандал на ровном месте. Это уже далеко не первый раз, вот опять он туда не едет. И вот, немного изучая вопрос, я понял, что практически никто из армянских спортсменов, будь то командные виды спорта или индивидуальные, не ездит на соревнования в Азербайджан. Вот УЕФА этого не знал? Как они так накосячили? Или они просто надеялись на то, что ни один армянин не попадет в финал Лиги Европы? Если не реально на это надеялись просто, то тогда они могут назначить виновных. Знаете, кто эти виновные? Это Манчестер Юнайтед и Арсенал. Почему? Потому что когда выбирали хозяина финала Лиги Европы в 2017 году еще, то Мхитарян играл за Манчестер и УЕФА, наверное, думал о том, что, в принципе, МЮ сыграет в 2019 году в Лиге Чемпионов и Мхитарян просто даже теоретически не сможет попасть в финал Лиги Европы. Они очень хорошо думали про МЮ и, в принципе, правильно думали, потому что МЮ играл в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Но Мхитарян переметнулся из МЮ в Арсенал и Арсенал уже играл в Лиге Европы и надо было прям вот надеяться УЕФА на то, что Арсенал не дойдет до финала. В лучшем случае надо было, чтобы Арсенал вообще не играл в Лиге Европы, а играл в Лиге Чемпионов, но он оказался в Лиге Европы и дошел даже до финала. Вот вам, пожалуйста, и тупик. Все, отступать дальше некуда, ситуация приплыли, этот отказывается, эти там свое говорят, те говорят что-то третье. УЕФА просто накосячил. Просто накосячил, потому что не предвидел это заранее. Вот вам и вся махина футбольных чиновников, которая работает сутки через трое. Как мы понимаем из этих двух историй, если кто им мешает развитию футбола, то это международные футбольные организации, которые хотели как лучше, но не смогли просчитать наперед, а будет ли реальная польза для футбола от их реформ, а доедут ли болельщики туда, куда они сказали. А какие конфликты могут повлечь за собой их решения. Там есть хоть кто-то, кто попал туда не по остаточному принципу. Друзья, большое спасибо вам за внимание, за лайки и комментарии под этим обзором. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся уже скоро в новом обзоре. Играйте в футбол!